Мы хотели собрать ключевых ритейлеров Казахстана, всех вместе, для того, чтобы мы поменялись с экспертными мнениями, посмотрели все вместе на несколько тем. Ключевые темы это были лояльность, ЕКОМ, самообслуживание и ряд других, связанных с законодательством и best practice, которые используют ритейлеры в своей повседневной деятельности. Нас очень порадовало количество участников, вовлеченность участников, те вопросы, которые они задавали. Любой вопрос это можно сравнить со взглядом на слона. То есть, каким образом каждый из нас видит этого слона, каждый его характеризует. Но имея 4-5 экспертов, отвечая на одни и те же вопросы, мы понимаем картину целиком. Для меня было важно то, что делился бизнес. То есть, не просто компании, которые продают какие-то модули или какое-то свое решение, а именно бизнес. То есть, бизнес, которые реально сами это делали руками. Это дорогого стоит. Поэтому мероприятие вообще суперское, очень полезное. Понравилась еще то, что свободная форма. Ну, такой самый злободневный такой вопрос. Это, наверное, скорее всего два, потому что мы думаем в сторону лояльности, и она сейчас набирает обороты в Казахстане. И в то же время касса самообслуживания. Это то, что действительно нужно, нужно было услышать, нужно было посмотреть. На мой взгляд, будет развиваться самообслуживание в Казахстане, и не только в Казахстане, но и в ближайших странах. Очень активно. Это общемировая практика, и Казахстан тут с высокой, очень высокой долей безнала в платежах. Это идеальная почва для развития данной технологии. Иногда законодательные изменения преподносят достаточно серьезные сюрпризы и создают много головной боли для ритейлеров. Но правильный выбор программного обеспечения и подрядчика, который позволит быстро и незатратно вносить изменения в короткие сроки, это ключевой момент. Законодательство очень быстро меняется. Всякие нововведения, склады, всякие социально значимые товары, которые единая маркировка, вот эта сложность основная. Работы много, открываем новые магазины, у нас очень градиозные планы, поэтому при возможности будем обязательно посещать. Очень понравилось. На самом деле очень интересно послушать именно боли бизнеса, которые идут именно из торгового зала, потому что IT видит это с другой стороны совсем, а тут можно сказать, как бы, обзор 360. Это весьма полезно. Сейчас мы видим, что все больше и больше сетей самообслуживание внедряет, причем это сети с малоформатными магазинами. Мы, конечно же, надеемся, что самообслуживание будет развиваться в геометрической прогрессии, и в том числе для этого мы предлагаем сейчас рынку несколько форматов касса самообслуживания. Мы будем рассчитывать, что это будет и фудовый ритейл, и это будет нон-фуд, и различный ритейл типа АЗС, аптек и, собственно, другие. Воровство на КСО было интересно послушать, опыт других ритейлеров. В целом, по лояльности нам было тоже интересно послушать. На самом деле, такой формат востребованный, по нашему мнению, потому что здесь идет такой мощный нетворкинг, и в целом обмен опытом очень важен для построения правильного и бизнеса, и исключения ошибок. Могу сказать по опыту работы в торговых сетях, что за КСО на самом деле это будущее. Это очень интересные решения, которые позволяют увеличить сервис, поднять до высокого уровня сети. А также существует определенная экономика по кассирам. Но прежде всего, это обслуживание клиентов, это лояльность клиентов, потому что мы даем качественный сервис. Сейчас любая сеть, кто будет внедрять КСО, я думаю, она будет занимать лидирующие позиции на рынке ритейла. Сейчас бюджет абсолютно, я думаю, может позволить любая сеть. И доля касса самообслуживания в Казахстане будет расти, наверное, очень сильно. И через 2-3 года, наверное, не останется ни одной сети, которая не использует касса самообслуживания в Казахстане. Наверное, самый главный инсайд в том, насколько аудитория, которая присутствовала, интересны те аспекты программы лояльности, которые очень часто остаются за кадром, но крайне важны для того, чтобы запустить программу, выгодную не только для покупателя, но и, собственно, для продавца. Потому что, конечно, экономика на стороне продавца должна также соблюдаться. На мой взгляд, инструменты лояльности – это инструменты, которые могут стимулировать поведение покупателя при решении самых разных задач. То есть привлечь внимание к какому-то новому мобильному приложению, к новой категории товаров, спросить у покупателя, что ему нравится, что не нравится, оптимизировать его покупательский путь. Все, что угодно можно сделать при помощи инструментов лояльности. Сегодня мы провели закрытую встречу в бизнес-ужин ритейлеров Казахстана. Обсудили злободневные темы кассы обслуживания, электронной коммерции, лояльности, которая сейчас очень актуально набирает обороты. Попробовали выработать какое-то решение, как лучше развивать ритейл дальше, а как вы считаете, какие технологии завтра вы будете применять в своих сетях.